Сибирский нефтяник Она проходила на новом месте по улице Андреянова со стартом и финишем на стадионе спортивной школы Олимпийского резерва. Идея со стартом и финишем на стадионе очень неплохая. Много саппеток других регионов так проходит. Первыми проверяли свои силы школьники. Именно эта группа участников оказалась самой многочисленной. На старт вышли любители бега из 28 школ города и районов области. Надо сказать, что здесь неожиданностей не произошло. На протяжении всех этапов представители Таврической средней общеобразовательной школы номер один, уже не раз получавшие эстафетное золото, уверенно удерживали лидерскую позицию. Им удалось подняться на первую ступень пьедестала и на этот раз. Мне досталось 14 этапа эстафеты. Самое сложное, наверное, быть лидером, бороться в борьбе. Если рядом бежит человек, ты его чувствуешь сзади. Многие заплетаются, тут финиш уже никак, но все равно есть ощущение, что ты победитель. Было волнение, когда переступила на газолинию первой. Захотелось плакать от радости. Второй старт приняли учащиеся омских СУЗов и ВУЗов, а также их наставники. В гонке среднеспециальных учебных заведений первыми финишировали воспитанники Сибирского государственного училища Олимпийского резерва. Я бежал 200 метров. Довольно сложная дистанция. Но я справился с ней прилично. Нормально все. Ты настраиваешься, чтобы никаких косяков не было. Потому что как и ты бежишь, так и другие. Все зависит от каждого. Вместе команда получается. А вот среди студентов высших учебных заведений произошла настоящая сенсация. На высшую ступень пьедестала поднялись представители Омского государственного технического университета, опередившие профильных студентов из Сибгурка. Но физкультурники смогли реабилитироваться в четвертой группе, представленной преподавателями. Таков список лидеров эстафеты на призы правительства этого года. Следующие же соревнования станут юбилейными, поэтому от них можно ожидать немало нового и интересного. Хотелось бы, чтобы это имело более такой масштабный и общественно значимый формат. Я думаю, что мы вот к 15-й юбилейной эстафете на будущий год постараемся сработать более качественно и правильно. И вернем вот эту былую, так скажем, цель. Одну из целей – это именно проведение эстафеты в центре города. Пока же впереди у атлетов новый насыщенный беговой сезон, которому прошедшая эстафета стала отличной разминкой и возможностью оценить свою форму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова